Сейчас давайте посмотрим, как ведет себя Forex Teplex 2.8 в действии. То есть прогоним его на визуализаторе. Выбираем пару евро фунт. Здесь выбираем модель по ценам открытия. Советник выбираем Forex Teplex 2.8. Заходим в свойства эксперта и загружаем пресет, который у нас имеется в папочке Expresets. Итак, я нахожу папочку Experts, Presets и захожу в папку Forex Teplex 2.8 и загружаю данный сайт файл. Открываю. У нас загрузились полностью все настройки. Здесь же мы давайте отключим окошко, которое нам будет мешать смотреть здесь файл. Это мы отключаем для того, чтобы наш терминал не тормозил. Потому что мы просто прогоняем эксперт. И для того, чтобы его прогнать, данные блоки вообще нам не нужны. Они нужны только для торговли. Итак, мы все отключили, что нам не нужно. Здесь мы нажимаем 500 долларов и нажимаем ОК. Теперь мы нажимаем кнопочку визуализация и выбираем период, на котором мы сейчас будем прогонять эксперт. Я выбрал с 6 месяца по 9 месяц. Нажимаю старт и паузу. Итак, как обычно, я нажимаю клавишу F12 и у меня открывается новый бар. Как видим, советник провел анализ и решил, что нужно открывать позицию на покупку. И он открыл позицию на покупку, но еще не успел выставить еще один ордер. Потому что он выставляет сразу два ордера. Buy limit и сейчас выставится еще один ордер. Buy limit. Вот мы увидели, что выставился следующий. Открылась покупка. Тут же выставился еще один покупочный ордер. То есть, если цена дойдет до него, тоже встанем в покупку. Если же цена уйдет еще вниз, также мы встаем в покупку. Только каждый данный ордер увеличивается в несколько, либо просто увеличивается на несколько пунктов. То есть, на несколько лотов. И мы видим, что нам делает цена. Сработал buy limit. Данная позиция так и осталась. Ее стоп-лосс перенесся примерно вот сюда. И открылась новая позиция buy, только уже увеличенный лот. То есть, мы видим, что цена сейчас может набрать пачку ордеров. Так называемое усреднение. И когда она выйдет примерно до середины, вот до этого уровня, то наша совокупная пачка ордеров уже будет в прибыли. Снова открылся третий buy. Уже у нас две позиции находятся в убытке в плавающем. И открылась позиция третья на покупку. Уже слотом номер три. И мы видим, что цена дошла до первого take profit. И все позиции полностью закрылись. Мы смотрим в наши результаты и посмотрим, что у нас произошло. Мы видим, что у нас закрылись вот эти вот позиции по take profit. То есть, они закрылись с маленьким минусом. И закрылась одна большая позиция уже с нормальным большим плюсом. То есть, этот плюс перекрыл вот эти вот маленькие убытки. Это то, о чем я вам говорил, что называется позиция усреднения. И плюс увеличения лота при каждом срабатывании стоп-лосса. Снова советник открыл позицию на продажу. И снова выставил два ордера на продажу. То есть, два sell limit. Данный sell limit имеет ордер уже номер два. И данный sell limit уже имеет ордер номер три. Так, сработал сразу take profit. И советник все закрыл. И не стал продолжать. То есть, он убрал все эти ордера, которые были. Sell limit один, sell limit два. И теперь, проанализировав ситуацию на рынке, открыл позицию на покупку. Тут же выставилось плюс два ордера, которые будут ожидать своего срабатывания. Срабатывание. Здесь также take profit. Уже позиция sell. Здесь мы видим, сработал sell limit. Уже у нас две позиции sell. Одна находится в убытке, в плавающем. И данная позиция только сработала. И плюс открылось два ордера на продажу снова, которые будут ожидать, когда цена дойдет до них. Итак, теперь сработал take profit. И мы можем посмотреть снова, что произошло только что. Мы видим, что та первая позиция, которая сработала по take profit, она имеет маленький минус. Большая позиция, которая сработала по take profit, то есть под номером два, мы видим, что первая позиция имела лот номер один, то есть 0.1. А вторая позиция открывалась под лотом, под номером два. И в настройках у нее был лот 0.04. Поэтому он имеет большой вес и закрылся с большим плюсом. И таким образом мы видим, что советник просто набирает пачку ордеров, усредняя свою позицию. То есть он заходит, первая позиция, к примеру, buy. Цена идет вниз. Таким образом, советник, набрав пачку ордеров, постепенно увеличивая лоты при каждом срабатывании. И таким образом цена, когда дойдет примерно до середины, вот к примеру, до этой линии, то советник может закрыть все по take profit, здесь по стоп-лоссу. И таким образом совокупная вся эта позиция у нас закроется с плюсом. Так ведет себя советник Forex Teplex 2.8. Это более агрессивный советник, чем предыдущие советники, потому что он здесь набирает такую агрессивную пачку ордеров. И поэтому вы должны использовать менее агрессивные валютные инструменты, которые имеют не такие большие тренды, как евро-доллар, либо фунт-доллар, либо евро-иена. Значит, мы видим, что цена у нас должна гулять как бы по небольшому коридору. Тогда мы будем всегда получать прибыль. Но используя данный советник на четырех валютных инструментах, я думаю, что всегда любой убыток будет окупаться прибылью с другой валютной пары. Тем более, если вы поставите все три советника на свои три счета, то 70% того, вероятность того, что вы будете получать прибыль по советникам. То есть, в совокупности по вашим деньгам вы будете уже получать прибыль. Если же этот советник на своих валютных инструментах сливает, то другой советник на своих валютных инструментах будет торговать прибыльно. То есть, эти советники не зависят друг от друга. И таким образом мы делаем диверсификацию. Ну что ж, увидимся в следующем уроке. И в следующем уроке мы проведем оптимизацию для данного агрессивного советника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!